Всем привет! С вами подкаст «Подлодка» и его ведущий Егор Толстой. Это я, Екатерина Петрова. Всем привет! Стас Цыганов. Привет-привет, ребят! И Евгений Котелло. Привет-привет-привет! Этот выпуск выходит прямо перед Новым Годом. Если мы не ошиблись с таймингом, со сведением и с прочим, то он выходит прямо 30 декабря. А, как вы знаете, лучше всего в конце года заниматься такой длительной, сложной саморефлексией, попыткой понять, что вообще вы сделали так, что вы сделали не так, что в следующем году нужно поправить. Нужно ли обязательно обещать себе пойти записаться в тренажерку или вот это что-то еще. Короче говоря, мы решили вам со всем этим помочь и, как всегда, мы делаем в подкасте подойти к вопросу фундаментально. Поэтому мы решили говорить не просто о каких-то там практиках, типа как вести дневник или что-то типа того, а поговорить вообще о том, что такое рефлексия и как к ней правильно подойти. И в гости к нам пришла Ирна Штерн, которая занимается практикой развития лидеров и лидерских команд с 96-го года, является собственником центра «Алитея Бизнес», который специализируется на исследовании развития управленческих практик и мышления в разных организациях, и экзекутив-коуч. Ирна, привет! Привет! Почему я про рефлексию? Потому что как профессионал и как ведущий программ по развитию управленческого мышления, я вижу, что на практике, насколько этот инструмент эффективен, настолько процесс рефлексии эффективен для прокачки управленческих компетенций. Ну, да, совершенно точно заметно, что с 96-го года, не подумайте, что я такая старая, но вот так вот получилось. И всегда в одном и том же русле. Меня всегда интересовало, что такое человек, на большую букву, и что такое развитие личности, и как развивать лидерский потенциал. Вот у меня самый главный вопрос, который мы всегда задаем, и я уже понял свою ошибку. Как правильно говорить, рефлексия или рефлексия? Разные есть мнения на этот счет. Я называю рефлексия от слова «reflection», поэтому ударение кто-то называет рефлексией, а кто-то говорит «фу, я вообще не хочу называть это слово». У меня следующий по важности вопрос. После размышления на тему ударений верных и нет, Егор в представлении темы выпуска сказал заниматься саморефлексией. В общем, не является ли это маслом масляным, потому что кажется, что рефлексия – это уже про копание в себе. Да, если мы обратимся к латинскому языку, то рефлексия означает обращение назад, что является неким… То есть способность человеческого мышления к критическому самоанализу собственных знаний и собственных действий. То есть это такая базовая элементарная рефлексия, так называемая элементарная рефлексия. Есть научная рефлексия, есть философская рефлексия, но корни у этого процесса именно философские, ведущие нас к Сократу, к Платону, к Аристотелю. Вот такое очень важное средство в процессе самопознания. Совершенно верно. Поэтому рефлексию не обязательно называть саморефлексией. Егор, порефлексируй об этом. Окей, договорились. А пока я буду это делать, и перед тем, как мы перейдем вообще к самой теме выпуска, ребята, а можете поделиться вообще своим опытом рефлексии? Практикуете, не практикуете, как это делаете? А потом мы уже в самом выпуске разберемся, правильно вы вообще к этому подходили или нет. У меня есть предложение, чтобы мы дали какую-то, я не знаю, теорию, попытались своими словами рассказать, что мы понимаем под этим словом, потому что, мне кажется, это даже более интересно. Откуда ты знаешь, рефлексируешь ты или нет, если ты даже не можешь нормально сформулировать что-то такое? Окей, принимается, вот и начинай. Окей. Рефлексия — это... Рефлексия. Рефлексия — это ретро для одного человека, вот. Это как бы командное ретро, только в команде из одного человека. А ретро — это рефлексия целой команды. Вот так вот определение закрутили друг за другом. Как-то так. Ну ладно, попробую еще по-другому. Рефлексия — это история, когда ты берешь и смотришь, рассматриваешь свои действия, мысли и чувства за некоторый период. То есть ты не в будущее устремляешь как-то свое внимание, а в прошлое. Смотришь, оцениваешь, насколько они были сделаны хорошо или плохо, каким это результатом привело. И, наверное, также отчасти это история про то, что подумать наперед, как бы стоило в будущем поступить иначе. Что можно было сделать лучше в некотором смысле? Опять же, тот же самый вопрос, который задается на командном ретро внезапно. А мне кажется, что вот планирование вперед — это, возможно, уже не рефлексия, но, я не знаю, мы свои высказываем, как нам кажется, определение верное. И рефлексия — это именно про анализ, и для меня это вот как мы видим, типа, отражение в зеркале — это когда ты как бы со стороны можешь оценивать свои поступки, свои эмоции, ощущения. И вот именно ключевое здесь — отражение. То есть ты видишь себя как бы со стороны. Мне тяжело вообще представить, что кто-то этим не занимается. Мне кажется, осознанно или неосознанно люди делают это всегда. Да. Возможно, здесь есть разница именно в том, как-то мы сфокусированно к этому подходим и по какой-то системе, либо просто делаем это в моменте. Я уже запутался, на какой вопрос отвечать нужно, как я понимаю слово «рефлексия» или как я и занимаюсь. И то и то. Ну, короче, я для себя это просто воспринимал как самокопание. Просто. Произошла какая-то ситуация. А самокопание — это рефлексия, чувак, ты прям как я. Супер. Да. То есть происходят какие-то ситуации, либо нужно делать какие-то сложные выборы. Я сижу и пытаюсь разобраться в своих каких-то внутренних мотивах. Что мне выбрать и почему. Если в ситуации мне показалось, что я себя повел некруто, я сижу и думаю, почему я так поступил, что мне делать, чтобы так больше не поступать. Или если у меня что-то задело в том, как кто-то поступил по отношению ко мне, я сижу и тоже пытаюсь порефлексировать. Это связано с тем, что я как-то болезненно что-то реагирую или просто человек реально козлина и повел себя некрустно. Вот. Вот это вот для меня, наверное, такое определение. А как я этим занимаюсь, ну, по крайней мере, осознанно, наверное, как какой-то регулярный процесс. Я никогда не занимался рефлексией. Скорее, в моменте просто, ну, есть привычка. Я, допустим, не могу себя называть самым уверенным человеком, таким, прям, 100% самоуверенным человеком, который всегда все делает, ни капельки не сомневаясь, что там правильно это или нет. Наоборот, я всегда очень думаю, типа, а сделать или не сделать. А написать ли в Твиттер какой-нибудь наброс или ну его нафиг, потому что придут и заклюют сразу эти токсичные твиттерские. Ну и так далее, и так далее. Поэтому я занимаюсь этим регулярно, но хаотично. Окей, осталась моя очередь. Я к этому подхожу так же, что рефлексия для меня это когда ты, условно говоря, зума вот такой делаешь и рассматриваешь себя, свои поступки, свои действия и то, как на них реагирует окружение с такой чуть более высокой позиции. И как раз-таки пытаешься найти какие-то причинно-следственные связи, понять, какие твои действия повлекли, какой результат и что из этого поведения нужно сохранить, а что изменить в будущем. И я пытаюсь это делать так плюс-минус осознанно, в письменной форме, но вот у меня это получается не то чтобы суперхорошо. Я все время соскакиваю, забываю, ленюсь. Но когда я это делаю, получаю прям гипермного профита. Очень много точного, правильного представления вы сейчас выразили. Рефлексия, изучение собственной деятельности для развития. Ретроспективы, изучение групповой деятельности для развития какого-то конкретного проекта. Единственное, что одна из тех вещей, которые отличают рефлексию от самокопания, все эти процессы для того, чтобы выйти на какой-то другой уровень, чтобы вырасти, чтобы развиваться и чтобы достигать тех целей, которые ты стоишь перед собой. В чем отличие? Мы смотрим в рефлексии на то, что было в самом начале, какую цель мы ставили, как мы ее представляли себе. Потом происходит какой-то период времени, какие-то обстоятельства, какие-то события происходят на протяжении нашего движения к этой цели. И мы приходим, например, говорили, я хочу прийти в точку А, а пришли в точку Б. Вот суть рефлексии — увидеть разницу между А и Б и причины, почему я не пришел туда, куда я изначально хотел. Окей, перед тем, как мы дальше будем разбираться именно с алгоритмами рефлексии, давай вообще немного поговорим про историю понятия, откуда вообще оно пошло и где оно применялось. У нас есть элементарная рефлексия, это все, что касается моего понимания самого себя. Научная рефлексия — это все, что касается методологии, психологии, физики. И философская рефлексия, рефлексия философского характера. Есть военная рефлексия, есть стратегемная история — это китайская рефлексия на уровне стратегемного мышления. А пока вот не перешли дальше, а можешь подробнее про стратегемы вообще? Это такое, мне кажется, не для всех знакомое понятие. Про стратегемы, дело в том, что в основном вся китайская культура основана на том, что они рассказывают некие истории, внутри которых заложены алгоритмы и схемы поведения, каким образом достигать своих целей. И стратегемы, они образные всегда, но, тем не менее, там четко заложены математические какие-то истории. Например, Лефевр развивал, на основе стратегем развил свое научное течение, и он впервые ввел понятие об управленческой рефлексии. У него есть книжка «Владимир Лефевр, так и называется, рефлексия». Первые пять страниц нормально, потом сплошные формулы, притом математические. Я, конечно, эту книжку не осилила, но, тем не менее, становится понятным, каким образом можно вот это вот поднятие, о котором ты говорила, как подняться наверх над любой ситуацией и посмотреть раскладку сил. Почему мы говорим о военной рефлексии? То же самое, когда я пытаюсь проникнуть в замысел противника, чтобы повлиять на его мысли. Я определенным образом хочу создать о себе у противника некоторое представление, естественно, ошибочное, для того, чтобы он потом проиграл. А можешь, вот раз ты пыталась Рунули Февру читать, объяснить, а что, блин, там вообще можно математическими формулами объяснять? Я вот сейчас, пока ты говорила, на самом деле книгу нашел. Это реально 500 страниц, и реально 500 страниц теории. Ну, тут, короче, какой-то упор большой в теорию игры идет, как я понял. Что можно описать с помощью математики? Взаимодействие нескольких центров, взаимодействие нескольких центров в виде объектов, в виде людей, взаимодействие того, как они думают, и то, как они понимают ситуацию. У меня есть подозрение, что вообще рефлексия – это не такая простая штука, и некоторым людям это может даваться проще, чем другим. Какими вообще качествами нужно обладать или развивать в себе, чтобы такой вот самоанализ давался проще? Особным талантом обладать не нужно. Достаточно задумываться и желать что-то из себя представлять больше, чем я сейчас. Желать расти, желать развиваться, желать других результатов достигать, желать каких-то. То есть ставлю цели, достигай. Если ты уже ставишь хоть какие-то цели, ты уже можешь сделать рефлексию. Никаким особенным талантом обладать для этого не нужно. А можно, пока мы еще не слишком далеко ушли, я боюсь, что я копну назад, но, возможно, это поможет лучшему пониманию контекста. Мы говорили, когда мы историю вспоминали про стратогемы, и я немножечко не поняла все еще, как стратогемы. Я поняла это как паттерны некие, заложенные в виде каких-то образов, которые помогают совершать какую-то стратегию осуществлять. Как они связаны с рефлексией? Когда мы рефлексируем через стратогему, мы видим перед собой некий рассказ, некое событие, разворачивающееся перед нами в виде какой-то маленькой истории. В ней, через нее мы можем понять, кто запускает динамику, каким образом осуществляется взаимодействие, какой цели приходят участники, какая скрытая цель у главного героя, получилось ли у него достичь эту скрытую цель. Может быть, в стратогемах и нет, что я должен улучшить, и что мне нужно улучшить для будущего. Но, тем не менее, вот эта мудрость рефлексии в виде анализа через стратогему развивается. Да, то есть они нам помогают выровнять, по сути, свой курс, и какие-то как раз подсвечивают. То есть мы анализируем их, по сути, эти истории. Совершенно верно. Через анализ истории вовне мы научаемся анализировать самих себя. Я поняла. Мне стало понятно. Ура. Тогда, раз с историей разобрались, погнали к самой-самой мякотке и вообще обсудим алгоритмы. Какие есть и как с ними работать? Основной алгоритм – это базовый. Это три вопроса. Три вопроса, на которые мне нужно отвечать, когда я в процессе рефлексии. Первый вопрос. Что было? Что было и как я участвовала? То есть что было, имеется в виду факты. Конкретные факты, что происходило. И как я участвовала в этом процессе, в каких-то конкретных действиях. Второй вопрос. Что было полезного в том, как я участвовала? Мы же самоанализ делаем не только для того, чтобы понять, где мне подрасти, но еще мы делаем самоанализ наших сильных качеств, которые уже прокачаны, которые уже в развитии. Итак, что было полезного в том, как я участвовала? Что раньше, например, я не применял, а вот сейчас я применил, у меня получилось, я это вытащил, и я буду это применять и дальше, потому что сейчас это работает. Очень часто рефлексию путают вот с этим психоанализом, когда вот давайте я погружусь в прошлое, и я найду все свои незакрытые гештальты, и я найду все то, что у меня не работает, и т.д. В рефлексии мы находим и то, что у нас работает, наши сильные стороны. И второе, чтобы я улучшил. Что мне нужно улучшить? Это история точек и зон роста. Где мне надо подрасти? Где мне надо прокачаться? Что мне надо усилить, улучшить, чтобы какие-то вещи важные для меня были достигнуты? Если я ставлю себе бегать, да, вот я ставлю себе бегать. Хорошо, сколько тебе времени на это надо, будильник, кроссовки, врач, какой-то гаджет и т.д. Что улучшить? Итак, три вопроса. Что было по факту, как я в этом участвовал? Что было полезного в том, как я участвовал? И что бы я улучшил в том, как я участвовал? Итак, если говорить о личном развитии, здесь мы можем совершенно спокойно, например, вести дневник. Дневник как можно вести? В свободной форме. Первый вариант. Пишешь, что вижу, что пишу. Что было, то написал. Второе. Что у меня было, что у меня получилось, что у меня не получилось. Это второй вариант. И какие уроки я извлек. Третий вариант. Какая-то была ситуация, какая у меня была на этой ситуации эмоция. Это по истории развития эмоционального интеллекта. Четвертый вариант. Это рефлексия управленческая. Это вот эти три вопроса. Как участвовал? Что полезно? Что лучше? Нужно? И четвертая история. Это прочитав свой дневник, я могу делать рефлексию над рефлексией. Это так называемая рефлексия второго порядка. Рефлексия личная может быть в виде нарратива. Это может быть такое нарративное, повествовательное, скажем так, повествовательное эссе. Повествовательное эссе, оно не подразумевает каких-то планов или, например, какой-то конкретики, конкретно, что я буду улучшать. Оно больше нас приводит к... Повествовательное эссе больше приводит нас к тому, чтобы задуматься. Оно не дает каких-то ответов. Оно может состоять из повествования. Как эта история происходила, как я реагировал, какие люди там участвовали, к чему меня это привело. В общем, вот такой вот, немножечко поэзии. Но, тем не менее, это очень хорошо работает для личного развития, потому как заставляет нас задуматься. И особенно хорошо, когда мы перечитываем эту историю, уже схлынули эмоции, память уже так немного... То есть мы уже немножечко можем ее забыть, эту историю. И, возвращаясь к прочтению, мы уже с более объективной точки зрения смотрим. То есть мы еще с большей стороны смотрим, смотрим, наблюдая со стороны, за собой. И уже здесь можем сделать какие-то для себя выводы. По поводу сотрудника. Актуально и то, и другое. Сотрудник – это часть компании или часть команды. И любая команда выполняет цель компании. Она идет к реализации цели компании, к реализации какого-то проекта. И все мы, если мы задействуем в компании, мы все есть ресурс компании. И мы стремимся... Я не знаю, мы работаем с IT-компанией. В IT-компаниях культура такая... Она связана с тем, чтобы разделять ценности и цели компании. Потому что IT-шники не любят работать, когда не знают, зачем они работают, что они делают, и какой-то неинтересный проект. И важная вещь, чтобы, когда мы понимаем, что куда я двигаюсь, вот она цель, что я делаю, периодически делать эти вещи. Как вы правильно сказали, если ретроспективы – это про групповую деятельность и про анализ групповой деятельности, то рефлексия – это про изучение собственной деятельности. На всех уровнях, особенно в рабочем контексте, от линейного сотрудника до топ-менеджера делать рефлексию просто мастер. Она, конечно же, приводит к... Первое. К экономии ресурсов. Первое время. Потому что если мы делаем периодический рефлекс... Например, про коммуникацию. Вот, например, приходит человек, говорит, у меня коммуникация – проблема с сотрудником. Так, что значит проблема с коммуникацией? Вот эти три вопроса. Давайте попробуем сейчас попрактиковать немножечко. А что за проблема? Вот я ему пришел, четко все рассказал своему сотруднику на раз, два, три, четыре, а он не сделал. То есть в любой рефлексии должен быть предмет. Хорошо. Запрос, да, что значит коммуникации? Не сделал. Хорошо. Давай первое. Что ты сделал? Я пришел, сказал ему сделать раз, два, три, четыре. Второе. Что было полезно? Он... А, я сказал ему, дал ему четкие инструкции. Отлично. А что бы ты улучшил? Он приходит ко мне через неделю и говорит, что он не понял. Что я в этом случае могу улучшить? Я должен получить понимание с другой стороны. А сколько времени я потребляю? А я пять минут заложил. А за пять минут я успел только пять инструкций дать. И больше ничего. В следующий раз, что я улучшаю? Я попрошу вернуть услышанное своего сотрудника. И я дам больше времени на это взаимодействие. Вот предмет. Это конкретика, которая экономит первое время. Второе. Силы, эмоции. Потому что если руководитель встречается с таким... А я думаю, что многие руководители встречаются с таким феноменом, когда человек скажет все ему четко, точно, как сделать, это он не делает, руководитель нервничает. Руководитель бесится, руководитель злится. А как только коммуникация становится эффективной, он сокращает вот этот риск эмоционального выгорания из-за сотрудников, из-за их какой-то нерадивости или из-за их перегруженности, что тоже может быть. Он сокращает время, сокращает другие затраты. Вот как пример, да. Я правильно понимаю, что это фактически история про то, что если мы вообще не будем делать рефлексию, или, условно говоря, если мы будем реже рефлексировать, то мы будем больше плыть по течению. То есть вот как, например, с этим сотрудником. Он нам говорит о том, что он не понял и так далее. Моментальная реакция, такая вот нашего ленивого мозга, в том, что типа да он просто тупой, и все. Ну, и как бы на этом история заканчивается. А, условно говоря, рефлексии нам помогают взять и подумать о том, о чем он нам... Посмотреть еще раз на эту ситуацию, посмотреть со стороны, посмотреть, чего не хватило, и, соответственно, в следующий раз взять и принять вот меры, конкретно взять и закрыть то, о чем говорит человек. Ну, или, ну, соответственно, можно в каких-то случаях, если человек не в явном виде это взял и сказал просто, ну, типа, не получилось, можно взять и дособирать эту информацию как раз для рефлексии. Как-то так. Это, получается, история про, в некотором смысле, большую такую, как это, ну, не знаю, там, осознанность своих действий. То есть мы не автоматические реакции, а больше добавляем, больше начинаем влиять на наш выбор, да. Совершенно верно. Осознанность – очень хорошее слово. Именно через рефлексию осуществляется рост осознанности. И в этом колоссальная ценность рефлексии этого процесса. Не то, что у нас будет все плохо, если мы не будем рефлексировать. Да, тысячи компаний существует, миллионы людей, никто не рефлексирует, и все с ними прекрасно. Вопрос о движении, о развитии, да, и о том, что, если честно, есть такое утверждение, что без рефлексии нет опыта. Вот мне тоже первый раз, прям, прям, когда я первый раз услышала эту фразу, мне настолько она легла сразу же, потому что мой опыт говорит, что это действительно так. Если мы, когда мы, что такое вообще развитие, это некая история, когда от, то есть мы анализируем от обратного. То есть если мы, например, делаем, идем к какой-то цели, к какому-то результату через идею, потом цель, потом ресурсы, мы видим, какие нам ресурсы нужны, и потом уже исполнение, да, то рефлексию мы делаем от обратного. Мы сначала смотрим, какие есть на уровне исполнения, сделали ли мы все на уровне исполнения. Если мы сделали все на уровне исполнения, отлично, мы переходим, а что, почему у нас, допустим, не получилось, или что у нас получилось. Что было на уровне ресурсов, на уровне целей, на уровне смыслов и так далее. То есть развитие – это некая такая история в обратную сторону. А история цикла от идеи к исполнению – это, если с латинского смотреть, то это вообще называется завитие, да, то есть история разворачивания идеи к реализации и получению результата. Но опыт – это и есть анализ результата, исполнения ресурсов, целей, смысла. Вот что есть опыт. И без рефлексии мы не можем сказать, что мы приобретаем опыт. У меня вопрос по самому процессу. Вот если вспомнить такой обычный фреймворк для проведения имнокомандной ретроспективы, что мы там увидим? Первое – кто-то рисует таймлайн, я люблю такую практику. Это как раз ответ на вопрос, что было. Мы просто отмечаем события, чтобы контекст восстановить, и тем более нас много, это важно у всех участников, посинкаться. Потом мы пишем, что было хорошо, что можно улучшить в Дельта Плюс. И потом есть еще этап генерирования экшен-айтемов. Что мы будем делать, и они там делаются через брейншторм или как-то еще. И вот на том примере, о котором мы говорили, обсуждая рефлексию у руководителя, у меня спутались немножечко понятия. Когда мы стали обсуждать, что можно было улучшить, мы сначала сказали, что он пришел ко мне через пять дней и меня не понял. И дальше это как бы проблема. А то, что нужно получить обратную связь и понимание – это уже решение. Ведь теоретически может быть другое решение. Например, прийти и пять раз повторить. Это не так себе решение, но одно из, например. И, в общем, вопрос, есть ли вот тоже в рефлексии отделение прямо осознанное, процесса описания проблемы и, собственно, генерирования самих решений. Отличный вопрос. Вопрос имеет ответ в области движения от исполнения к целям. Дело в том, что сначала нужно понять, на каком уровне проблема. И вот это тоже история важная и ключевая. Почему мы делаем рефлексию через эти три вопроса и через три уровня? Первый уровень, на который мы анализируем – это уровень исполнения. Например, я поставила себе цель. Я хочу бегать. Окей, да. Мы смотрим. Первое. А я вообще бегал? Окей, да. Ты бегал. Хорошо. На уровне исполнения, на уровне дисциплины я могу себе поставить галочку. Хорошо. Хорошо. А как ты распределил свое время? Или я бегал недостаточно? Как ты запланировал это все? Как ты фактически… Какие последовательности у тебя были для того, чтобы этот процесс запустить? Насколько ты был сам последовательный? Фактические действия какие-то применял? И так далее. Если да, если на этом уровне, на уровне исполнения, например, все хорошо, и ты бегал, например, у тебя не получается бегать, тогда мы переходим к следующему вопросу, к следующему блоку. На уровне ресурсов, на уровне методик, на уровне средств, на уровне гаджетов ты обеспечил себя для того, чтобы ты этой цели достиг? Например, конкретно 10 километров и 3 километра в день пробежать. Хорошо. Если ты видишь, что обувь была неудобная, гаджета нет, который там измерял дыхание, поэтому у тебя не получалось 4 километра, ты пробежал всего 2 и так далее, и так далее. Или, например, ты рванул 10 километров, задохнулся, у тебя организм не справился, да? Ты взял и бросил бегать. Но тебе нужно… То есть методика была выбрана неправильно. Мы смотрим, в методике или в ресурсах, или в средствах все ли было правильно. Если на этом уровне все окей, тогда мы переходим к цели. То есть, понимаешь, если ты на уровне исполнения, это один пул решений. Если ты на уровне ресурсов, это другой пул решений. Вот такую разблюдовку, когда ты делаешь, это тебя очень структурирует. Ты как бы не уплываешь в разные решения из разных областей. Потому что, когда выплывают решения на уровне целей, то тогда на уровне исполнения эти решения, они могут как-то не такими ценными себя представлять. А если проблема на уровне исполнения, то именно это решение может подойти. Дальше идем. Допустим, на уровне средств все окей. Все, ты сделал все. Смотри цели. Какой основной критерий понять? Почему я не достиг цели? Вообще эта цель моя или не моя? То есть, когда мы ставим цель? Это важнейшая история понять идентичность. Мое, не мое. Если, например, ты понимаешь, делая рефлексию на уровне цели, что вообще изначально тебе это не было идентично, потому что бегать тебе не идентично, а потому что ты взял этот бег для того, чтобы соревноваться с тем известным, я не знаю, бизнесменом или собственным начальником, потому что ты его хотел сделать в этом беге, потому что ты хотел, не знаю, там, айронмен этот пробежать, чтобы ему показать, что ты вот так вот можешь, что ты круче и так далее. То есть у тебя мотивация изначально вообще не та, вообще не для того, чтобы бегать. И, соответственно, ты и бегать в этом случае, может, и не будешь. То есть, возможно, цель была поставлена неверно, и мотивация была не та. И на этом уровне совсем другое полрешение. Конечно же, решений всегда очень много. Но если мы говорим о психической деятельности, мы же все-таки, это же наша психика, то есть наша психика – это наш ресурс. Здесь у нас и эмоции, здесь у нас и энергии, физическая энергия и так далее. И вопрос, куда мы ее тратим, она не безгранична. Психика экономична и иерархична. Она требует минимальных, простых, быстрых решений. То есть вот когда мы встаем на путь маленьких быстрых побед, это здорово, это история приятная, симпатичная, потому что чем меньше ресурсов нужно затрачивать на какое-то решение, тем, скорее всего, мы его сделаем и его реализуем. Если мы говорим о стратегическом планировании, это история на три года максимум. Как в бизнесе, так и в личной жизни. Ну, в бизнесе, во всяком случае, точно, потому что больше трех лет сейчас в нашем современном мире на рынок диктует, рынок столько всего нового дает, что невозможно больше планировать. Раньше мы в советских временах жили классно, было пятилетки, все было понятно. Я не знаю насчет класса, но тем не менее. Чтобы не потеряться, да, я, может быть, слишком психологично говорю, но, например, когда мы сегодня с вами будем говорить про то, как стоит ли вообще рефлексировать про прошлый год и стоит ли ставить цели, одна из важных вещей при постановке любой цели, самые простые три шага нужно сделать. Мы гарантированно, почему мы говорим о самые простые три шага в ближайшие три дня, мы запускаем динамику, мы гарантируем вот эту историю получить вот этот вкус. И важно получить вкус. И когда мы с сотрудниками взаимодействуем, то же самое. Нельзя им сразу давать какие-то огромные вот туда. Туда, да, здорово. Здорово, когда есть видение, там, надеюсь, что то ты будешь через 10 лет делать. Кто ж его знает, да, если тебе 70 лет. Но вот эти практичные быстрые победы запускают динамику, которая нам позволяет получить вкус победы и не страшно становится. То есть вот этот страх, первый страх первого шага, он уходит. То есть вот такой вот дополнительный, такой бонус дополнительный к этому процессу. Я вот сейчас еще ворвусь, чуть-чуть отмотаю назад. Хотел сказать, что меня вообще жутко зацепила фраза, что без рефлексии нет опыта. И она, вот просто хочу на ней еще раз заострить внимание, что она на самом деле гиперважная. Вот просто хотел, там, не знаю, пример, допустим, из личного опыта привести, где я себя вот на этом же поймал. Я вот когда работал в Авито, у меня было несколько команд, в каждой команде есть какой-то темлид, и периодически вставал вопрос, что так и так нужно найти нового темлида. Есть варианты, там, один чувак внутри, другой чувак внутри, третий чувак внутри. И каждый раз, в общем, я это выбирал, условно говоря, как я потом понял, методом курицы с отрезанной головой. Отрезаешь голову, курица бежит, 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 около кого упадет, того и выбираю. А когда я начал делать это более осознанно, выписывать какие-то критерии и прям письменно для себя описывать, почему я принял именно такое решение, а спустя три месяца возвращаться и понимать, действительно ли я правильно оценил личные качества этого человека, действительно ли я правильно понимал его производительность, его способности, я начал ловить себя на мысли, что у меня в голове были некоторые алгоритмы, не очень правильно вообще поставлены, почему я каким-то людям какие-то роли, например, давал. Это помогло мне для себя вот эту систему принятия именно такого решения поменять. То есть вот я в целом на... Вот как раз да, и это вот раскрывает ту самую историю, что без рефлексии нет опыта. Вот для меня это именно тот опыт, который я мог получить. То есть я вот сейчас для себя рефлексию рассматриваю как прием, который позволяет мне тюнить систему принятия решений, по которой я работаю. Егор, а ты, по-моему, сам в процессе, в начале выпуска говорил еще про челлендж целей. Ну, это как раз то, про что Вирна сейчас говорила, когда мы раскладываем и рефлексируем про средства или про цель. Используешь ли ты рефлексию для целеполагания? Слушай, вот на самом деле в Корее нет, чем да. И как раз-таки одна из целей, почему я очень хотел этот выпуск записать, и там очень долго искал гостей и прочее, прочее, я как раз-таки рассчитываю, что вот после этого у меня появятся идеи, как это сделать правильно, наверное, или мотивация так делать. Вот, то есть я это использую на, скажем, более прикладном таком операционном уровне. Я записываю, стараюсь записывать все решения, которые я принимаю, какими я методами, принципами руководствуюсь, когда эти решения принимаю, через какое-то время возвращаюсь, чтобы проанализировать, типа, правильно ли работает вот эта системка в голове или где-то там есть ошибки. Это верно, это норма вообще? Да, конечно, конечно, это норма. Окей. Ну, например, если говорить про цели, полагания, да, про то, как ставить цели. Первый критерий. Всегда определяйте цели, если это личные цели, мое, не мое. Это вас обезопасит от всяких стрессов в ситуации, от того, что ты двигаешься по не своему пути. Вот на предмет покрутить, мое, не мое, а как можно это определить? Загорается глаз, не загорается, да? Душа теплеет, не теплеет, животик бабочки появляется, появляется, отлично, да? Руки потираешь, хочешь этим заняться, слюноотделение повышается, значит, твое, да? Энергия приходит, значит, твое. Потому что на хорошую, добротную, аутентичную цель всегда жизнь нам дает прилив энергии для того, чтобы эту цель к ней прийти, для того, чтобы реализовать ее. Это хорошая тема. Вот сейчас, на мой взгляд, то, что вы сказали, комментировали, будет хорошим дополнением история про то, как в конце года провести рефлекси. Будет здорово, если ее наши слушатели проведут, это будет классно. На основе трех вопросов, сквозным путем, через исполнение средства и цели, тоже здорово. На основе колеса жизни. Все знают, что такое колесо жизни? Я не знаю, что такое колесо жизни. Я не знаю, что такое колесо жизни. Рисуем кружочек на бумажке, делим его на сегменты, хочешь на 4, хочешь на 8, хочешь на 6, хочешь на 12, как тебе нравится. И эти от 4 до 12 сегментов, это некие области твоей жизни. Если это про работу, история, про профессиональную историю, то это может быть что? Экспертность, карьерный рост, новые знания, коммуникации, управленческие компетенции, дисциплина какая-то. Если это личные планы, это что может? Здоровье, хобби, отношения, семья, путешествия, спорт, деньги. Деньги могут быть и там, и там, и там, в другом круге. И, соответственно, каждый сегмент называешь, какие у тебя лепесточки получаются. Это простая история, зайдите в интернет, это просто все, многие очень знают, многие пользуются. Такая рабочая, хорошая, простая, простая маленькая инструмента. И вот, делаешь по каждому сегменту вот такую рефлексию. Можешь оценить от 1 до 10, как в этом году, вот на данный момент времени у тебя эта история складывается. Как что с экспертностью? В IT-сфере это вечно 8-9. Стремятся, но всегда на острие. Карьерный рост. Вот мне тут предлагают стать тем лидом, а я все никак не хочу. Вот мне предлагают, а я все сомневаюсь. А ведь карьерно вроде как я расти хочу, а вот амбиции-то вроде как у меня есть. А мне как-то так неприкольно, тут управлять, с собой-то управлять не мог, а тут еще другими надо управлять. Вот насколько у меня эта история, да? И так далее. Вот так и по каждому пункту. Оцениваешь. Дальше идешь по этим трем вопросам, да? Как я участвовал вот в этом прокачке экспертности своей? Так-то, так-то, так. Как я участвовал в управленческой компетенции? Да, вообще никак не участвовал, забил мне, можно сказать, единицы, да? Хорошо. Что было полезного в том, как я участвовал в этом? Что мне нужно улучшить? Пример. К чему я хочу прийти в следующем году? Отлично. К тому-то, к такой-то цифрке, например, от 6 до 8. Хорошо. Что тебе нужно улучшить для того, чтобы достичь вот этого продвижения вперед? Вот это, вот это, вот это, вот это. Отлично. Сделал это. Дальше. Ты по этому же кругу делаешь следующий уже по поводу планов и целей на следующий год. Ты пишешь, что ты хочешь в этой области своей жизни? Как ты можешь этого достичь? Это 4 вопроса. Ребята, это история, которая совершенно конкретная. Три вопроса про рефлексию и 4 вопроса про цели и полагания. Что я хочу? Как я могу этого достичь? Почему для меня это важно? И как я пойму, что я этого достиг? Вот это 4 конкретных таких координаты, которые тебе позволят, во-первых, выверить цель, во-вторых, ее как-то оформить, в-третьих, отсмартовать? Почему важно ее делать не просто так, а на основе рефлексии? Потому что рефлексия дает тебе вот эту букву R из смарта. Знаете, что такое смарт? Специфик, measurable, achievable, timeboxed, и R relative. релевантность. Да, совершенно релевантность. Релевантность, да. То есть вот эта буква R дает нам релевантность. То есть мои новые цели соответствуют тому, в чем я сейчас, в данный момент нуждаюсь. Рефлексия помогает показать, увидеть реальность моей ситуации. А целеполагание на основе рефлексии помогает мне двигаться в том русле, который мне сейчас необходимо, и отталкиваться от той реальности, которая у меня есть. Почему работает история? Потому что если я ставлю слишком большие цели, и при этом ну да, часто произносят, у меня есть деньги на Мерседес, у меня есть деньги, ну да, хорошая оговорка по Фрейду, у меня есть деньги на Запорожье, а хочу Мерседес. Ну отлично, да, но ты с этими деньгами их недостаточно. То есть нужно себя наращивать в каждом вопросе для того, чтобы прийти к какой-то цели. И эта история должна быть последовательной. Вот это наращивание всегда осуществляется последовательными шагами. Последовательность такая из области дисциплины, дисциплинарного характера истории. А у меня нет последовательности. Хорошо, отлично, как тебе сделать так, чтобы стать последовательным? Каким образом тебе обложиться в ситуации, как выстраивать? Не знаю, я проспал, я не бегал, потому что я просыпаю. Хорошо, купи себе будильник. Я там вывернул ногу, поэтому я бегал. Хорошо, купи себе удобную обувь. То есть обкладываешь себя. Ногу купить. Ногу нет, обувь, обувь. К сожалению, пока. Пока. Сейчас, на всякий случай, можно я уточню, чтобы я понял, правильно я понял или нет. То есть, получается, мы делим как бы на две части весь этот процесс. Первым мы рефлексируем над тем, что было, как бы сделаем систему, как это сказать, весов, относительно которых мы взвешиваем все наши будущие планы, чтобы сделать их максимально приближенными к реальности и выполнимыми. Так, что ли, получается? Здесь история личного отношения к этому. Я никогда не была против больших амбициозных целей. Это всегда греет. Вопрос в том, что есть люди, которые ставят себе амбициозные цели и говорят, ну, они так далеко, поэтому я вообще ничего делать не буду. А история про годовые цели, история про то, от чего я сейчас отталкиваюсь, в чем суть рефлексии, в честности перед собой. Ты можешь обманывать других сколько угодно, но вот то, что честность от тебя нужна, когда ты садишься за процесс рефлексии, это первостепенная вещь. Потому что без честности ты никогда не сможешь написать, где ты смолодушничал, или где там тебя на что-то не хватило, или где ты там что-то неправильно распределил. И здесь нужно большое желание и отвага, не побоюсь этого сказать, отвага посмотреть на себя со стороны, потому что это больно, когда мы видим, что что-то делаем не так, что где-то мы трусоваты, или где-то мы закомплексованы, это реально больно. С этим помогает справиться процесс рефлексии. как я уже говорила, выгружаем и часть боли отдаем листу бумажки. Мы перестаем так сильно париться на эту тему. И в этот момент нам легче, ну или печатаешь на компьютере, на планшете, не важно. Лучше писать, потому что нейронные связи, мы все в школе учились, и учились писать с 7 лет, или с 6, кто-то, кто-то с 5. И нейронные связи, они вспоминают то, что процесс научения писания, это тоже творческий процесс. Когда мы просто набиваем буковки, это не совсем то. Мозг по-другому работает, когда мы физически берем бумагу, берем... Это как книжки читать, да? Книжки реальные, живые, физические книжки. И также одно из правил написания рефлексии, это тишина, и спокойствие, чтобы тебе никто не мешал. У тебя достаточно должно быть времени, у тебя должно быть спокойное пространство. Это нельзя делать между делом, между... там, на работе нельзя этого делать. Ты спокойно садишься и концентрируешься на себе. Ты вспоминаешь одну историю, другую, третью, четвертую. В любом случае, ты можешь... Не надо делать рефлексии каждый день. Но когда есть законченный проект или какой-то конкретный результат, и тебе важно этот проект, этот результат, твое участие, твой рост в этих проектах, тогда стоит садиться и делать рефлексию. И это как раз такой моторчик, именно моторчик, двигатель, движок такой, который тебя заряжает на дальнейшие шаги. Потому что когда мы... Если у нас что-то не получается, допустим, если у нас что-то не получается, если у нас что-то получается, прекрасно. Иногда мы себя не благодарим за это, или, как правило, мы себя за это не благодарим и не хвалим, а надо бы. Иногда у нас что-то не получается, и мы вообще забиваем на это. И говорим, ну, у меня не получается, да и боксим. А может, у тебя предназначение прорваться через это, да, и тебе нужно это сделать. Вот этот процесс, он позволяет тебе сконцентрироваться исключительно на самом себе. это такое время для себя, это время уединения самоанализа и такое время, которое ты посвящаешь самому себе. Поэтому пишем, поэтому в тишине, поэтому в виде эссе, поэтому на основе трех правил и по трем областям. И вот эта история настолько информативна для тебя о тебе. то есть ты получаешь колоссальное количество информации и плюсы, и зоны роста, точки роста, которые ты можешь использовать уже для реализации любых амбициозных целей. У меня вопрос тоже такой прикладной, насколько хорошо или плохо рефлексировать со сторонним наблюдателем. И этот сторонний наблюдатель должен ли быть профессионалом дали код резиновыточкой, либо это может быть твой друг. Почему я, допустим, иногда опасаюсь делать это в одиночку, потому что есть такая как ретроспективная ошибка, как когнитивное искажение. Наш, особенно когда мы еще не настолько развиты, насколько хотим, наш внутренний критик может какие-то причинно-следственные связи сам создавать, и некому будет это по челленджу. Сами себе придумали, сами сделали, сами накололись. Возможно, со сторонним наблюдателем это делать проще, но, в общем, кто это? Хороший вопрос. Рефлексию ты делаешь сам собой. Один. Один на один. Всегда. Результаты рефлексии ты можешь кому-то рассказать, ты можешь с кем-то поделиться. Это не должен быть, то есть это не подружка, это не дружок. Извините себя. Это человек, либо твой соратник, который тоже знает, что такое рефлексия. Потому что если человек не знаком с этим процессом, и он через себя это не пронес, не провел у меня такого опыта, ну, в этом случае, что ты с ума сходишь, не забивай себе голову, ты и так классный, классная, забудь, забей, и вообще все у тебя прекрасно. Я лишь на это проходила много раз, когда пытаюсь, а с семьей нельзя делить это обсуждать, потому что для семьи ты и так прекрасен, и так идеален, и не к чему стремиться больше. Это должен мы стараться. Или специальная книжка «Спроси маму», которая может помочь тебе рассказать о том, что мама по-настоящему думает про своего гениального сына или дочь. Ну, на эту тему я, конечно, могу. очень много рассказать всяких разных историй, да, особенно среди молодых людей вот эта вот история встречается. Мама же не объективна к своим детям, вы же понимаете, но это невозможно. А если мама объективна, то ребенку это больно, поэтому лучше эти процессы развить. Пусть мама будет мамой, а не человеком по обратной связи, да, пусть ребенок остается... Ребята, если вам надо с кем-то поделиться результатами своей рефлексией, делитесь со мной, вы меня все бесите, я вам скажу всю правду. Сынок, прости, но ты ничего не добьешься в жизни, лузер. А вот возвращаясь к теме с новогодними целями. Игорь, извини, пожалуйста, я сейчас недорассказала про рефлексию второго порядка, да, потому что кайсин вопрос, он был как раз и об этом тоже. Рефлексия второго порядка, что это такое? Если в обычной рефлексии мы смотрим дельту между целью и результатом, то в рефлексии второго порядка, который может осуществиться через прочтение дневника, через прочтение самой рефлексии, и ты смотришь и изучаешь и исследуешь и себя в ситуации, прошлой ситуации, которую ты уже рефлексировал, и себя рефлексирующего вот в той ситуации. То есть у тебя два вектора во внимании. Снова ты в ситуации, потому что когда ты ее первый раз рефлексировал, ты скорее всего не все заметил, не все увидел, не все понял. И ты можешь, поскольку она делается через время, рефлексии второго порядка делается через время, и ты можешь увидеть то, что не заметил в первый раз. Почему мы не замечаем что-то в первый раз? Потому что то, что очень больно, мы автоматически не можем замечать, потому что для психики важно сохранить баланс и включается механизм защиты. Мы это не увидим. А когда прошло какое-то время, почему я говорю, заполняй дневник, ты его перечитываешь, вот таким образом ты осуществляешь рефлексию второго порядка. Потому что ты уже другого, уже у тебя чуть другой опыт, ты уже продвинулся вперед в чем-то, ты уже вырос в чем-то, ты уже другой. И ты можешь заметить, что значит такое, что такого ты можешь заметить. Это вот тот называемый всем известный стеклянный потолок. Это то, во что я упираюсь, и то, чего я не вижу в упор. То, что замечают другие люди, то, с чем я сталкиваюсь постоянно на работе, оно меня преследует, но я никак не пойму, что это, и я поэтому не могу это преодолеть. Это так называемое ограничивающее убеждение. Что это такое? Это некая такая структура, некий паттерн больше, да, некий паттерн своего собственного поведения. Например, так называемый герой, да, прям есть такое ограничивающее убеждение, можно посмотреть, погуглить, герой, человек, который незаменим в компании, вот прям вот вообще невозможно, вот без него вообще все как без рук, это человек, который приезжает, прилетает, приходит и тушит пожары. Он настолько эффективен в том, чтобы тушить пожары, что все знают, что вот у нас это, и он никогда не успевает работать по плану. Почему? Он занят, он тушит пожары. Но у этого человека есть мотивация внутренняя, скрытая, создавать эти пожары, чтобы потом тушить. И через то, что он такой пожарник, пожарный, он нужен всем, и он знает, что он такой большой, молодец, вот, один из примеров. Еще пример, когда человек главный, помните, как фильм «День выборов», первый день выборов, бардак на корабле, зато ты главный, вот тебе ключи. То есть для человека самые правильные идеи только его, все остальное, все неправильно. Он решает все, он последняя инстанция, а то, что затрачивается время, ресурсы, энергия, люди не получают никакой возможности для креативности, не получают никаких возможностей для инноваций, то есть человек настолько закрыт в том, что он решает все, и он самая последняя инстанция, очень много потерь происходит в компании. Вот такие пара примеров, ограничивающих убеждений, которые можно увидеть через процесс рефлексии второго порядка. Сразу автоматический вопрос, сразу автоматический вопрос, сколько вообще уровней рефлексии бывает, сколько понятно. Чувак, ты не хочешь этого знать. Нет, ну то есть это же, наверное, как-нибудь должно быть связано с количеством там этих вот слотов, чанки памяти, типа четверки, или типа того, что... С количеством стеклянных потолков вдвоем. Отличный, отличный ответ, да. Для нас, для обычных людей, которые элементарно используют рефлексию, и для людей, которые работают, которые в бизнесе, управленческую рефлексию, в принципе, достаточно рефлексии второго порядка. Для научных исследований бесконечное количество, потому что, когда исследователь подходит к объекту, он незамедлительно оказывает влияние на этот объект. Он делает некую, он создает некую теорию об объекте, которая при этом не имеет отношения к самому объекту. Ну, и так далее, и так далее. То есть в науке бесконечное количество итераций для нас достаточно двух уровней. Более чем достаточно. Можно, конечно, три, но это прям... Вот для этого нужен ли февр, конечно. Для большого количества рефлексий нужен ли февр, это точно. Потому что тут с ума сойдешь, от уровней и нужны будут формулы, которые будут помогать это все. Мы говорили сейчас про то, как можно, как нужно себе ставить цели на Новый год с использованием рефлексии. А вот у меня сразу появился вопрос, не будет ли этих целей слишком много, это первый, и второй, вложенный в него же. Как сделать так, чтобы попытка выполнить одну цель в той области, в том секторе вот этого круга жизни, который занимает большую часть твоей жизни, эта работа, как сделать так, чтобы она не вытеснила все остальные, например, здоровье, личную жизнь, что-то еще, потому что так же всегда происходит. А здесь вопрос воли. Реально вопрос силы воли, потому что человек должен развиваться во всех направлениях, обязан развиваться во всех направлениях, и не только в плане профессии и прокачивания своей экспертности или какого-то конкретного сегмента. Если у тебя не будет здоровья, как ты будешь достигать своих целей? У тебя не будет ресурс на то, чтобы общаться, у тебя не будет ресурс на то, чтобы быть социальным, активным существом, социальным, активным, активной единицей. Если ты не будешь чем-то увлекаться, если ты не будешь, ну, не знаю, спорт это может быть, или какой-то для души, что-то для души, для души и для тела Обязательно. Вот, знаете, в одной из книжек по лидерской психологии есть такая рекомендация, что на три времени время человека должно делиться на три области. Это работа, общение с другими и время для самого себя. Я не могу сказать, что они должны быть равными. В нашей ситуации вряд ли, потому что рабочее время занимает большой очень кусок и жизни, и в неделе. Но, тем не менее, и другие люди, и я сам должны быть. Иначе получается очень однобокое развитие. Почему колесо жизни? Оно кругленькое. Там есть сегменты. Ты наращиваешь одну компенсацию и превращаешься в непонятное существо. Ты должен быть кругленьким со всех сторон. Это и личные истории, это истории для удовольствия, это истории для отношений, истории хобби, истории спорта, где отдыхает твоя душа, где ты интеллектуально растешь, где эрудицию прокачиваешь, где люди, где семья. Все это очень важно. Все составляющие. Мы не просто из работы состоим. Мы обязаны, обязаны уделять внимание всем важным аспектам человеческих вот этих ценностей и того, что мы себя представляем как человеческое существо. Самопознание не может быть самоцелью. Мы это делаем для чего-то. Идеально закольцевали, по-моему, с началом и с самим определением того, что такое рефлексия. У меня был еще вопрос. Мы немного поговорили уже про то, что на самом деле для рефлексии, письменный формат, это очень хорошо и полезно. А как вообще жить, как вообще правильно вести дневник и делать это регулярно, чтобы садиться там не только раз в год этим заниматься, а вот как-то на постоянной основе? Вот о чем стоит подумать? Берешь дневничок, берешь ручку и пишешь. Если человек хочет вести дневник, если он хочет, если не хочет, ничего страшного. Абсолютно. Достаточно рефлексии после каждого завершенного проекта. Уже здорово. Потому что это история затратная. Ты садишься, ты уделяешь время, час или два, ты концентрируешься и ты себя вот это все, вот это все достаешь, вот это все выкладываешь на бумагу. Ну да, это процесс. Но достаточно начать и потом, когда ты вот конкретные результаты получаешь, вот это вылью получаешь, ты видишь, что бы я улучшил. На самом деле не так и страшно, не так и много, мне нужно что-то вкладываться, чтобы вот это изменить. Решение оказалось на поверхности. Идешь, делаешь, ну нормально, ничего такого. Вот. Если человек хочет вести дневник, первое, может вести его в свободной абсолютно форме. Как угодно. белый шум, идет, ведет, пишет все, что приходит. Ради бога, уже хорошо. Второе. Например, что у меня было, что у меня получилось, что у меня не получилось и какие уроки я из этого всего извлек. Тоже очень хорошо. Третий вариант. Я попал в какую-то ситуацию, у меня, если, например, человек излишне эмоциональный, вот здесь ему есть, для него есть возможность прокачать эмоциональный интеллект. Он описывает ситуацию и описывает свою эмоцию. Какая эмоция приходит, в каких ситуациях. Потом он делает некое исследование, некий анализ. Он кластеризует ситуации и какие на определенный кластер ситуаций, какие у него эмоции возникают. И потом уже, сначала вот это, классификация, потом у него возникает вопрос и автоматически он начинает отвечать себе на этот вопрос. А почему у меня возникает, то есть у него потребность, автоматическая потребность возникает, ответить себе на вопрос, почему возникает та или иная эмоция. Он это себе объясняет. И это тоже очень хороший процесс. И уже тоже достаточно для того, чтобы быть более продвинутым, чем большинство людей. Дальше у продвиженческой рефлексии это вот эти ответы на три вопроса. Тоже можно в дневнике. В один блокнот берет. Вот не случайно так показывает. Потому что одной страницей, как правило, не обходится, не заканчивается. В один блокнот единственное, что сделай так, пожалуйста, чтобы на работе его никто не нашел и никто нигде не отыскал. Потому что ты выкладываешь. То есть создай, пожалуйста, безопасное нахождение этого блокнота, чтобы никто другой не мог его прочитать. Иначе, если будет опасность такая, ты будешь скрывать от самого себя. Из-за боязни, что кто-то может прочесть, ты сам не будешь выкладывать то, что у тебя болит и то, что для тебя важно. Соответственно, периодически читать такой дневник, это, если это в виде рефлексии написан дневник, то это будет рефлексия над рефлексией. Вероятно, я не гарантирую, что будет понятно тебе сразу, какое у тебя ограничивающее убеждение. Но такое бывает, такая вероятность есть. Так, окей. Тогда, на самом деле, кажется, мы можем постепенно подходить к концу и подводить черту, потому что мы, по крайней мере, те вопросы, которые были у меня, уже полностью закрыли. О чем же мы... Да, о чем же мы сегодня успели поговорить? В начале выпуска мы с ведущими поделились тем, что вообще мы сами считаем рефлексией и как ей мы сами занимаемся на текущий момент. Затем Вирна рассказала нам о том, что это вообще за понятие, откуда оно произошло, как оно проявляется в различных сферах жизни и про то, какие книги уже про это, и в том числе про теории игр, написаны. Затем мы попробовали приземлить рефлексию на нашу жизнь, поговорили про управленческую рефлексию, про личную, про то, какими алгоритмами стоит пользоваться, разобрали какое-то бесконечное количество наших вопросов и примеров. А затем, что очень важно, поговорили о том, как вот взять все эти практики и применить их вот прямо сейчас, перед Новым годом, для того, чтобы следующий год стал чуточку лучше, чем он был до этого. Вирна, спасибо тебе большое, что пришла к нам в этот выпуск и со всеми-всеми-всеми нашими слушателями поделилась своим большим и богатым опытом. Спасибо тебе огромное. Вам спасибо огромное за то, что пригласили. Я, честно говоря, очень волновалась. На телевидении я была, на радио я была, но в таком формате еще ни разу. Ну, и когда я вас видел четверг, думаю, о, боже, сейчас меня тут засыпят вопросами. Но все было прям так действительно по-домашнему. Вот как Катя сказала в самом начале, «Ну, давай, расстраивайся на домашний лад». Так и было. Спасибо вам огромное. Очень приятно было, совсем не страшно. И мне бы, конечно, хотелось еще раз к вам прийти. Вы все знали про рефлексию. Практически все. Ну, может быть, мы знали все заранее, но вот по поводу рефлексии третьего и так далее и книжку обязательно прочтем. Егор, ты должен взять в качестве целей на 2020 год. Или, может быть, даже 2021. Там все-таки математика, Егор. Посмотрим, посмотрим. Должен, не обязан, скажи, Егор. Да, 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 это так. А у меня тем временем вопрос назрел для Стаса. Стас, можно ли тебе кое о чем спросить? Потому что, не знаю, очень волнуюсь. Ведь весь выпуск хочу прямо. Слушай, ну, это же не горит, наверное. Ну, это, конечно, не горит. Я над этим еще подумал бы, но все-таки готов. Ну, давай. А что тебе нравится больше, чем регулярно в одиночку заниматься саморефлексией? Хотя мы узнали, что такого нет, и просто рефлексией. Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes и твитите-ретвитите, ставите нам лайки, рассказываете нам своим друзьям. А самое главное, слушайте подкаст «Подлодка». И вступайте в экипаж нашей «Подлодки» на Патреоне. Заходите, выбирайте тир, который вам больше всего нравится. И, например, получайте регулярно, раз в месяц, пауэрбэнк или кружку, или футболку. Короче говоря, там безумное количество сувенирки, которые наш продюсер Аня крафтит специально для вас. И даже у нас ее нет. А вот у тех, кто нам заносит, она есть. Это бесит, но тем не менее. И с Новым годом! И с Новым годом! И с Новым годом! Всем пока! Пока-пока! Пока-пока! С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова